Всем привет, с вами Александр Аптичкин, основатель сайта Multuroki.ru Программа Anime Studio Pro, Moho Pro, все больше набирает обороты и благодаря своему удобству и интуитивно понятному интерфейсу скорости работы через кости и через контроллеры уже почти выяснилось рынка анимации ранее популярную программу Adobe Flash созданную изначально не для создания мультфильмов, а для создания анимированных баннеров Но за неимением в те времена на рынке других программ Adobe Flash начали создавать и мультфильмы Сейчас появление специализированных программ все студии анимации, которые я знаю уже перешли на работу в Anime Studio Pro Отказ браузеров от технологии Flash, которая была разносчиком вируса в пользу технологий HTML5 и CSS3 лишь усугубило процесс умирания программы Flash Давайте посмотрим с вами, как просто и быстро можно создать персонажей в Anime Studio Pro Если у вас что-то не получится, не переживайте В описании к этому уроку будет представлен подробный урок на тему создания костяных персонажей в программе Anime Studio Pro Ну что ж, а мы с вами начинаем Файл новый проект Перед тем, как работать в программе, нужно ее настроить Поэтому заходим в настройки, ставим ширину, высоту кадра и скорость кадров, например, 25 Также зайдем в качество отображения, поставим высокое качество Поставьте галочки, как у меня Возможно, вам понадобится галочка GPO Acceleration А может и нет, поиграйте с ней Итак, переходим на слой, который по умолчанию создается И называем его тело Выбираем инструмент ручного рисования Настройки, как у меня И через левую кнопку мышки рисуем тело Выбираем инструмент создания шейпа Выбираем им все точки вектора И нажимаем на кнопку создать шейп Теперь можно перейти в настройки стиля И установить нужную толщину контура Если по каким-то причинам вы меняете настройки, а они не применяются Значит, выделение со слой спала Выберите его инструментом выбора шейпа И можно продолжать работать с ним Менять цвет контура, заливку и так далее Давайте остановимся на толщине 30 Теперь создаем новый векторный слой Называем его рука 1 Все так же выбираем инструмент ручного рисования И также через инструмент создания шейпа создаем шейп Теперь создаем дубликат этой руки Создается рука 2 Переходим на инструмент перемещения слоя Он у вас на первой позиции Зеркалим слой через данный переключатель И перемещаем слой там, где должна быть рука Теперь создаем дубликат этой руки И называем, например, нога 2 Перемещаем ниже И через инструмент выбора векторных точек Чуть удлиним ногу, чтобы она была ногой Теперь создаем дубликат этой ноги Называем нога 1 Все так же встаем на инструмент перемещения слоя Зеркалим и передвигаем туда, где должна быть нога Теперь создаем слой для головы Кстати, перемещать сцену можно через правую кнопку мышки, а зуммироваться через колесико Итак, выбрали из готовых кружок, сажали клавишу Shift и нарисовали ровный кружок, который станет головой Выбрали инструмент перемещения слой и разместили там, где соответствует быть в голове Как работает этот инструмент? Если вы хватаетесь за промежуток между рамкой, то вы вращаете слой В соответствии тому, где установлен центр Если вы хватаетесь за границу рамки, то вы увеличиваете слой Хорошо, время создавать костяной слой Выбираем все слои через Shift, перемещаем в костяной слой И давайте вскроем его, чтобы проверить, что все слои туда попали Теперь выбираем инструмент добавить кость и создаем первую кость Через инструмент силового воздействия убираем с нее все воздействие на ноль Теперь выбираем инструмент Transform One, возможно он у вас на другой позиции И как он работает? Хватаясь за точку у начала кости, вы ее перемещаете За центр вращаете, за конец удлиняете Пока наша кость подсвечена красным, выбираем инструмент Добавить кость и прокладываем в теле, например, три кости Это сделано для того, чтобы между костями была взаимосвязь Каждая следующая кость, точнее каждая предыдущая, должна быть красной Чтобы это сделать, нужно также нажать на кость Давайте, например, в руке проложим кости неверно Я еще немножко зумирую, чтобы не было привязки И мы просто прокладываем в руке две кости Теперь мы нажимаем на инструмент Reparent И видим, что все стрелочки сводятся к главной кости Но между рукой и телом нет взаимосвязи Поэтому мы нажимаем на кость, делаем ее красной Выбираем инструмент Reparent и просто нажимаем на ту кость, от которой хотим получить зависимость Давайте в другой руке проложим верно кости Выберем главную кость И пока она красная, начинаем прокладывать во второй руке кости То же самое делаем и в ногах Выбираем кость как главную И от нее прокладываем две кости в ноге Давайте в другой ноге проложим кости неправильно Просто прокладываем две кости И теперь, выбирая инструмент Reparent Мы просто нажимаем на кость, у которой нет связи с главной костью И нажимаем на главную кость, чтобы установить связь Это лишь было для тренировки Теперь, перейдя в первый кадр, можно уже попробовать анимировать нашего персонажа Выбираем инструмент Манипуляции костью И смотрите, наш персонаж не сгибается Дело в том, что вектор будет сгибаться только там, где установлена точка вектора А в теле у нас всего две точки вектора Сверху и снизу Поэтому во всех местах соединения костей нужны также точки вектора Давайте это сделаем Удалим ключевые кадры из первого кадра Перейдем в нулевый кадр И по всему персонажу проставим точки вектора там, где соединяются кости Переходим на слой тела Выбираем инструмент Добавить векторную точку И добавляем в местах соединения костей векторные точки Так же происходит и с руками То же самое делаем и с ногами Теперь давайте перейдем в первый кадр Выбираем инструмент Манипуляция костью И проверим, что персонаж уже начал сгибаться верно Но это еще не все проблемы Давайте попробуем проанимируйте руку Выбираем кость в руке Выбираем инструмент Манипуляция костью И смотрите, весь персонаж двигается от движения руки Это неверно, это надо тоже исправить Во-первых, давайте выберем все кости в теле персонажа Кроме главной кости И через инструмент Силу воздействия уменьшим силу воздействия до размера вектора А в голове увеличим до размера головы Так вот, нам нужно завязать кости индивидуально на части тела Для этого выбираем кости в руке Встаем на данную руку И используем функцию Use Selective Box for Flexi Binding Чтобы назначить данным костям только слой с рукой То же самое делаем и с другой рукой Так же встаем на тело Выбираем кости в теле персонажа И тоже используем эту функцию То же самое делаем и с ногами Выбираем соответствующую ногу Выбираем кости в этой ноге И привязываем их индивидуально Теперь, перейдя на любой из слоев Мы видим, что определенным слоем соответствуют свои кости Давайте перейдем на слой с головой Переименуем этот слой в голову И перейдем в первый кадр Посмотрим, как анимируется наш персонаж Все анимации начинаются только с первого кадра Все четко Рука движется и персонаж теперь не шатается Давайте вернемся в нулевый кадр И сделаем у ног контроллера Чтобы привязать нашего персонажа к земле Сбрасываем все в деление И у второй ноги также прокладываем кости Которые ни от чего не зависят Выбираем эти две кости И через инструмент силы воздействия Убираем силы воздействия на ноль Если по каким-то причинам ваша кость зависит от какой-то кости Ничего страшного Выберите ее инструментом Mary Parent Нажмите где-то вне всех костей Теперь посмотрим на имя кости Называется она B14 Переходим на предыдущую кость И в свой сок таргет ставим B14 То же самое делаем с другой костью Имя кости B15 Переходим на предыдущую кость И в таргет указываем B15 Теперь перейдем в первый кадр Выберем инструмент Transform Bone И попробуем подвигать нашего персонажа за кости Как я говорил хватает за кружки У меня есть свой инструмент Который позволяет не прицеливаться А просто нажимать на кость Для удобства анимации Теперь давайте нашему персонажу добавим глаза Создаем еще один векторный слой Называем глаза Выбираем инструмент ручного рисования И с зажатой клавишей Shift рисуем кружок Выбираем этот кружок Инструмента выбора шейпа И перекрашиваем в черный цвет Теперь выбираем этот кружок Инструмента выбора векторных точек Нажимаем Ctrl C, Ctrl V И дублируем наш слой Теперь создаем где-то на сцене кость Также с нее снимаем все воздействие Так как это контроллер Давайте установим связь между этим контроллером и головой Теперь переходим в слои И создаем групповой слой В этот групповой слой объединяем голову и глаза Для чего? Для того, чтобы создать маску Сделайте так, чтобы слой с головой лежал нижним слоем А глаза верхним слоем Теперь встаем на слой с глазами Выбираем инструмент привязать слой И указываем на какую кость мы хотим привязать глаза Два раза жмем на слой с головой Включаем слой, добавляющий маску И теперь наши глаза будут скрываться за контурами головы То есть они будут видны только на голове Давайте это проверим Перейдем на костяной слой Выберем данную кость, с которой мы привязали глаза И все четко Давайте просто попробуем поанимировать нашего персонажа И посмотреть, не нарушились ли какие-то связи И можно ли продолжать анимировать нашего персонажа С тем рикингом, который мы ему сделали Все прекрасно анимируется и все двигается Ну что ж, друзья, спасибо за внимание Смотрите подробный урок по созданию костяных персонажей В программе Anime Studio Pro А я с вами прощаюсь До встречи в новых уроках Пока Субтитры сделал DimaTorzok